В территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района сравнительно недавно открылось отделение дневного пребывания для инвалидов. Несмотря на то, что оно молодое, отделению год, его сотрудники очень стараются развивать его и наполнять различными новыми направлениями. Одно из них – физическая культура. Нововведением в этой сфере работы отделения стали тренировки в помещении, оборудованном новыми тренажерами. А главное, занятия проходят под руководством профессионального тренера, который работает по индивидуальной программе с каждым и находит каждому инвалиду свой подход, что не всегда бывает просто. Каждая тренировка – это некая победа над самим собой, над своей слабостью, какую-то линию. И поэтому в нашем центре основной задачей, конечно, является развитие множества направлений новых, так как это неотъемлемый критерий для адаптации как физической, и последовательно, как и для социальной адаптации. Именно с целью привлечения новых людей и демонстрации им как можно полезной и продуктивной для своего здоровья, в то же время в хорошей компании проводить время и было запланировано открытое занятие «Инклюзивный спорт». Для развития новых форм обслуживания мы, конечно, должны обратиться к потребителю услуг. Поэтому мы обратились в общество глухих, в общество инвалидов по зрению, для того, чтобы пригласить людей и посмотреть, как они могут включаться в активные виды деятельности наших отделений. Нельзя назвать каким-то одним направлением деятельности, чем занимаются у нас люди на занятиях. Это и дыхательная гимнастика. Если гражданин еще не может махать руками и ногами, то тогда мы начинаем с дыхания. Тем более это сейчас очень актуально по реабилитации, профилактике вирусной инфекции, существующей в нашем обществе. И граждане тоже, вот сегодня, например, с инвалидностью по слуху, граждане пришли именно на дыхательную гимнастику, для того, чтобы овладеть этой методикой и выполнять уже дома. В отделении дневного пребывания идет работа по многим направлениям, ведь для социализации человека с инвалидностью важна не только психологическая, но и физическая работа. А ведь Аристотель был прав, сказав, когда-то движение – это жизнь, а жизнь – это движение. У нас спорт в отделении не так давно, такое направление развивается, но уже за этот год я вижу положительную центенцию, то, что многие проявили большое внимание и хотят заниматься разными видами – на тренажере, фитнес, дыхательная гимнастика – что-то легкое, либо что-то активное. Ну и мы развиваем и способствуем, чтобы все граждане занимались этим. Занятие физической активностью определенно дает свои плоды. Это можно увидеть на примере Сергея Горшкова. Когда-то его сбила машина, после чего он год был прикован к кровати. Но это не сломало его, он не сдался. Через сложности, медленно, но верно, он каждый день работал над своим телом. И у него получилось. Он встал. Сейчас его жизнь совсем не похожа на прежнюю. Я сначала на коляску сел, потом встал на костыли, потом только мне сделали, ставили суставки. И вот с 17-го года хожу занимаюсь. Пойми себя, что у тебя внутри, свои силы, на что ты способен. А не лег, опустил руки. Никого результата не будет. Я верил в себя, что я встану. Я встал. Алена Миневич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok